Божьи благословения, возлюбленные! Сегодня мы продолжим серию программ под названием «Пленяя сердце Бога». Мы рассмотрим молитву Иовиса и ее практическое применение. Оставайтесь с нами. Шалом! Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина. Возлюбленные, мы так благодарны Богу за то, что Он делает в жизнях людей по всему миру через это служение. Я молюсь о том, чтобы Господь коснулся вас в то время, как Равин будет проповедовать вам сегодня Слово Божье. Божьих благословений! Шалом вам, возлюбленные! Меня зовут Равин Керт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию программ под названием «Пленяя сердце Бога», рассматривая известные молитвы из Библии. И сегодня мы разберем широко известную молитву Иовиса. Я прочту вам первую книгу «Паралипоменон», четвертую главу, девятый и десятый стихи. Итак, послушайте Слово Божие. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, «Я родила его с болезнью». И возвал Иовис к Богу из Ираилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спасал ему, чего он просил. Какая прекрасная и по-детски чистая молитва. Она близка к каждому из нас, потому что в ней затронуты очень важные вопросы. И Бог ответил на эту молитву. Когда мы с вами обращаемся к Богу с чистым сердцем и простыми просьбами, какие были у Иовиса, мы можем быть уверены, что Бог ответит на такую молитву. И он будет к нам так же благ, как и к Иовису. Библия говорит нам, что та же сила Божия, что подняла Иисуса из мертвых, работает сейчас в нашу сторону. Павел все свои послания начинал такими словами. «Благословен Отец Господа нашего Иисуса Христа». А потом он писал, «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». О чем это говорит? О том, что Божие благоволение на нас. Бог желает, чтобы мы верили, что Он любит нас, и что Его благоволение на нас. Он желает, чтобы мы верили, что когда мы просим Его о чем-то хорошем, Он даст нам это. Иисус сказал, «Если вы, то есть мы с вами, умеем давать хорошие вещи детям нашим, то насколько больше Отец наш Небесный дает добрые дары тем, кто просит их у Него». Поэтому прямо сейчас, в войне Иисуса, мы разбиваем всякое неправильное представление о Небесном Отце. «Отец, мы разрушаем все мысли о том, что Ты осуждаешь нас. Мы разрушаем ложь о том, что Ты зол на нас. Мы разрушаем всякий обман дьявола, заставляющий нас думать, что впереди нас ждет что-то плохое. Отец, мы провозглашаем, что Ты любишь нас. Мы Твои дети. Ты желаешь, чтобы мы процветали и были здоровы. Как процветает наша душа. Ты наш Папа или Авва. И Ты сделаешь для нас то, что сделал для Иовисуса. А Авва — это еврейское слово, означающее Папа. Библия говорит нам, что мы получили дух усыновления, которым мы можем взывать Авва или Папочка. А вы когда-нибудь называли Бога своим Папой? Давайте проведем небольшой тест. Если посмотреть на вашу молитвенную жизнь и послушать ваши молитвы, то вы обращаетесь к Богу как к Богу, или же как к Отцу, или Папе, или Папочке. Некоторые из вас, если будут откровенны, признают, что вы никогда не говорите «Отец». Авва или Папа. В молитве вы называете Его только Бог. Я просто хочу вам помочь. Да, Он и есть Бог. Но Он наш Бог, который пришел к нам в облике Иисуса, чтобы стать нашим Отцом, и чтобы мы узнали Его как Папу. Мы приняли не дух изоляции или обособленности. Мы приняли дух усыновления, которым взываем «Отец» или «Папа». Недавно я читал историю об одной мусульманке из Пакистана. Она рассказывала, что выросла на Коране. В ее жизни наступил тяжелый период, и с ней начали происходить сверхъестественные вещи. Кто-то дал ей Библию. Библия не была ей интересна, но с ней происходило столько сверхъестественного, что она стала заглядывать в эту Библию. Она начала читать Библию, и в нее стала проникать духовная жизнь. Читая Библию, она заметила, что слова Библии стали оживать внутри нее. Но она была напугана, потому что всю жизнь ее учили тому, что Коран — это правда, а наша христианская Библия — неправа. В Коране сказано, что на самом деле Иисус не Сын Божий. На самом деле Он не умер на кресте и не вознесся на небо, а пророк Мухаммед, выше Иисуса, читая Ветхий и Новый Завет, она заметила, что они противоречат тому, что сказано в Коране. И она была сбита с толку. В отчаянии она опустилась на колени с Кораном в одной руке, и с Библией в другой руке, и сказала Божию. Но что же из этого правда? И знаете, что сказал ей Дух Святой? «То, что говорит себе — называть Меня Отцом». Нигде в Коране не сказано обращаться к Богу, как к Отцу. В Коране Бог где-то далеко, и Он слишком свят, чтобы дотянуться до Него, и чтобы хоть как-то познать Его. Но в Библии Иисус сказал, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И вот она держит в одной руке Коран, в другой руке Библия, и начинает понимать, что истина в Иисусе. Помните, Иисус также сказал, «Дети, Отец ваш Благой, просите, и Он даст вам царство». Изучая молитву Иовиса, я хочу донести до вас, что мы молимся Отцу, который любит нас, как своих детей. Он приготовил для нас много хорошего, и желает принести все это в нашу жизнь. Аллилуйя! Ну что, как вам эта история? Я мусульманке. Это чистая правда. Я не выдумал ни слова. Сам Господь сказал, что из них говорит тебе называть Меня Отцом. Ты послушай, и услышишь, и обязательно поймешь. И когда она услышала этот вопрос, то сразу же поняла, что иудейская, христианская Библия права. А Иисус — это Божий Сын и Мессия, а также единственный путь на небеса, и это навсегда изменило ее жизнь. Какая замечательная и поучительная история. Мы в нашей земле еще никогда не имели такого благословения, чтобы к нам приехал человек с еврейскими корнями. Я даже думаю, что в нашей стране никогда еще еврей не проповедовал Христа так, как это делал в нашем городе Равин, Шнайдер. У нас выросло целое поколение, знающее только войну, ужас и страх. Я вижу, как через то, что в наш город приехал представитель еврейского народа, к нашим людям приходит исцеление. Мы консультируем людей, Дух Божий движется, люди принимают обличение, они не только готовы простить тех, кто убил их близких, и сжег их поля, но также они готовы каяться перед Богом в своих грехах разного рода. Это для нас настоящее благословение, что Господь прислал к нам Равина. Возвращаемся к сегодняшней программе. Итак, будьте уверены, что Бог любит нас, как своих детей. Он наш добрый отец или папа, и Он желает делать для нас только хорошее. И в свете этих знаний давайте еще раз посмотрим на молитву Иависа. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву. Дорогие мои, наша вера в Иисуса — это иудейско-христианская вера. Иавис возвал к Богу Израиля. Если вы христианин, то ваш Бог — Бог Израиля. Бог Израиля — это Отец Господа Иисуса. Поэтому вам важно знать Бога не только в Новом Завете, но и в Ветхом, чтобы иметь полное понимание нашей веры. Вот почему в Евангелии от Иоанна 4 главе Иисус сказал женщине у колодца «Спасение от иудеев». Молитва Иависа обращена к Богу Израиля, который является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. Это и ваш Бог. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением». В английской Библии сказано «благословил меня по-настоящему». И Иавис хотел, чтобы Бог благословил его по полной программе, как говорят некоторые. Поймите, у нас большой Бог, и мы можем верить в великие вещи. Давайте верить не во что-то маленькое, а в что-то большое. Аминь? Когда Илья сказал царю пускать стрелы в землю, чтобы иметь победу над врагами, царь сделал это всего три раза. Илья сказал, что нужно было выстрелить хотя бы шесть, семь раз. Тогда бы он одержал полную и безоговорочную победу. Но поскольку царь осмелился поверить лишь в частичную победу, это все, что он получит. Иисус сказал, «Да будет вам по вере вашей». Поэтому я призываю вас не только молиться и верить в то, что Бог благословит вас, но просите Его благословить вас троекратно. Просите Его так, как просил Иавис, благословить вас по-настоящему. Отец, я провозглашаю благословение на благословение на благословение в жизни людей Божьих, потому что в Тебе мы вдвойне благословлены. И мы хотим приносить славу Твоему имени, живя в этом благословении. «Иисус, ты пролил за это кровь и отдал за это жизнь. Мы принимаем это. Мы верим, что мы благословлены, и ты благоволишь к нам. Спасибо, Папочка, за это во имя Иисуса». Итак, Иавис просит Бога благословить Его по-настоящему. Затем Он говорит, «Распространил пределы Мои». Итак, вначале благослови Меня по-настоящему, а потом распространи или расширь Мои пределы». Вот о чем просил Иавис. Бог желает привести нас с вами в большее место в духе. Бог не желает, чтобы вы оставались там, где вы сейчас. Он желает для вас большего. Скажу это еще раз. Бог не желает, чтобы вы оставались там, где вы сейчас. Он не хочет, чтобы я оставался там, где я сейчас. Он хочет для нас большего, потому что у нашего Бога всегда есть что-то большее. Всегда. Так будет всегда. Поэтому Иавис молился, «Господь, распространи Мои пределы, дай Мне еще большее понимание, еще больший мир, еще большую победу, еще большую радость, еще большее счастье и удовлетворение». Друзья мои, знайте, что для нас с вами в Иисусе всегда есть что-то большее. А если мы в это не верим, то что-то не так. А вы знали, что наш Бог постоянно, неизменно и неустанно производит что-то новое и большее? Он всегда новый и свежий, и Он всегда большее. И вот почему ангелы в Откровении 4 главе 8 стихе не перестают днем и ночью восклицать, а они неустанно все время днем и ночью восклицают «Святой, святой, святой, святой». Каждое новое восклицание «святой» — это их реакция на очередное новое откровение о величии Бога. Всякий раз, когда они говорят «святой», это как будто бы их накрывает свежая волна откровения о Боге. Всякий раз, когда они говорят «святой», означает, что у них захватывает дух от того нового, что они узнают о Боге. Бога есть больше для вас и для меня. И, Отец, мы молимся, чтобы Ты не только благословил нас по-настоящему, но и расширил наши пределы во имя Иисуса. Давай нам более глубокий мир, более глубокий шалом, более глубокое понимание полноты Духа Святого, более глубокое понимание Тебя. Иисус, Ты сказал, что Твой Дух в нас будет источником живой воды, текущей в жизнь вечную. Поэтому я молюсь о том, чтобы в жизнь Твоих людей приходило больше. Расширяй их разум во имя Иисуса. Аминь. В Бога есть больше, поэтому продолжайте просить. Если вы продолжите просить, искать и стучать, Бог будет давать вам больше. Я в восторге. А вот что делает нашу жизнь с Иисусом такой восхитительной. Это жизнь, полная новых открытий. Итак, Иовис молится, «Распространил мои пределы, и рука Твоя была со мной». Иовис просит Отца Небесного, «Отец, куда бы я ни шел, пусть Твоя рука будет со мной». Разве вам не хочется ходить со сверхъестественным осознанием того, что на вашей жизни есть Божие благоволение?» Именно об этом и просит Иовис. «Отец, пусть Твоя рука всегда будет на мне и со мною. Даруй мне свое благоволение. Открывай передо мною путь, куда бы я ни шел». Помните Иакова? Куда бы ни шел Иаков, его стада умножались. Где бы он ни был, он был благословен, потому что Бог был с ним на всяком месте. Но это еще не все. Все, кто были с Иаковым, тоже были благословлены. Я считаю, что того же Бог желает для нас с вами. Он желает благословлять нас по-настоящему. Но это еще не все. Он хочет, чтобы все, кто связан с нашей жизнью, тоже были благословлены и видели преимущество от отношений с нами. Например, я хочу, чтобы все мои работники были благословлены их отношениями со мной и с этим служением. Я хочу, чтобы все в моей общине были благословлены из-за того, что я пастор этой общины. Этого Бог желает для всех нас. Он благословляет нас так же, как и Авраам, чтобы мы были благословенными. Иовис молится, «Пусть рука твоя будет со мною, чтобы я нес благословение и имел твое благоволение на всяком месте». Затем он говорит, «Охраняя меня от зла». Это очень важно, потому что в мире много опасностей. И для людей, не знающих Бога, это не вымышленные опасности. Но как люди, знающие Бога, мы можем быть уверены в своей безопасности и защищенности в этом опасном мире. 90-й Псалом — прекрасный тому пример. Там мы читаем, «Живущий под кровом Всевышнего под тенью всемогущего покоится. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Поэтому не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Много лет назад у меня в жизни были трудности. Я видел вокруг меня множество опасностей. Я видел, как многие дети Божии падают и страдают, и меня это очень опечалило. Я сказал, «Бог, ну что же мне делать? Я хочу тебе верить, но мне кажется, что многие, кто знают Иисуса, не защищены им». Господь ответил мне, «То, что ты видишь, вызвано тем, что мои люди не держатся за меня». Иными словами, они не пребывают под тенью всемогущего. Они сами по себе не полагаются на Бога, а живут независимо от Него, хотя и называют себя христианами. Именно поэтому они живут под Божьей защитой. «Затем Господь показал мне, что я могу доверять тому, что сказано о Нем в 90-м псалме, который я только что вам процитировал». Я был в офисе, а моя Библия осталась на стуле в зале. Я сказал, «Господь, если Ты хочешь, чтобы я поверил в то, что сказано в 90-м псалме, если Ты хочешь, чтобы я поверил в то, что Ты сделаешь для меня все то, что там написано, что Ты будешь хранить и защищать меня, что тысячи будут падать рядом со мною и десятки тысяч справа от меня, а ко мне не прикоснется никакое зло, Господь, если Ты хочешь, чтобы я поверил в это и во все остальное, что сказано в 90-м псалме, тогда я пойду туда, где сейчас моя Библия, и возьму ее. И если я открою Библию, а она случайно откроется на 90-м псалме, то я буду знать, что могу верить в то, что Ты сделаешь для меня все, что там написано». Знаете, что случилось? Я вошел в зал, взял Библию со стула, на котором она лежала, открыл ее, и она открылась прямо на 90-м псалме. Друзья мои, то, что он делает для меня, он будет делать для всех своих детей, если мы будем верить ему и держаться за него. Давайте не жить по плоти, не жить независимо, а жить, полагаясь на него. И в конце Иовис говорит, чтобы я не горевал, или чтобы мне не причинялась боль. Давайте прочитаем всю эту молитву еще раз. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, чего он просил». «Друзья, я хочу принести вам благую весть об Иешуаха Машиахе. Я хочу принести вам Евангелие». А знаете, что такое Евангелие? Евангелие — это хорошая новость. Хорошая новость в том, что отношения, которыми Иовис наслаждался с Богом Израиля, мы тоже можем иметь благодаря нашим отношениям с Господом Иисусом Христом. Я хочу сообщить вам хорошую новость. Все то, что Бог сделал для Иовиса, Он сделает для нас с вами, но для этого мы должны попросить Его. Иовис просил Бога. И я призываю вас начинать свой день с того, что делал Иовис. Просите Бога благословить вас. Просите Бога расширить вашу территорию и привести вас в более глубокое место в духе, чтобы у вас было больше радости, больше мира, больше любви, больше шалома и больше власти в духе. Просите Бога, чтобы Он повсюду шел с вами, давая вам благоволение и открывая перед вами пути. Просите Бога хранить вас от зла и ненужной боли всю вашу жизнь. Если вы будете любить Его, Он сделает это для вас. Я люблю вас. А самое главное, Иисус любит вас. Пусть Бог благословит вас. Шалом! И сейчас я отдаю тебе всю мою жизнь. Если вы впервые в жизни молились такой молитвой, я прошу вас поднять свою руку вверх. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Слава Господу! Подруга посоветовала мне посмотреть программу Равина Шнайдера по книге «Песнь песней». Я верю, что Бог использовал эту серию программ, чтобы показать мне Его удивительную любовь. Я больше не в депрессии и снова люблю жизнь. Я начала служить в церкви и возглавила женскую группу поддержки. Я никогда бы не подумала, что буду давать людям надежду и ободрение. Бог благ, и Он никогда нас не подводит. Ронда из Калифорнии. Спасибо, что вы с нами сегодня, и мы хотим молиться о вас. Присылайте нам свои молитвенные нужды по имейлу или через наш сайт. Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Пусть Господь воздаст вам во сто крат за то, что вы поддерживаете наши руки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог Отец постоянно обращается к вам своим духом во имя Иешуа Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Шалом! Как захватывающе видеть исполнение пророчества в Захарии 8 главе 23 стихе «Будет в те дни возьмутся за полу Иудея и будут говорить «Мы пойдем с тобой», ибо мы слышали, что с вами Бог. Поэтому я прошу вас участвовать в том, чтобы я мог ездить и служить разным народам. Если вы участвуете финансово в нашем служении, вы тоже получите награду за души, завоеванные нами для Бога. Спасибо за вашу финансовую поддержку. Да благословит вас Бог! Как говорил Павел, как пойдут, если никто их не пошлет? Я прошу вас продолжать отсылать меня на служение по всему миру через радио и телевидение, и также в разные Крусейды, и поддерживать меня неделю за неделей и месяц за месяцем. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши пожертвования используются эффективно, и, как вы только что видели, это служение по Божьей благодати приносит много плода. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.